Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная озбука. Сегодня 6 января и раз уж я начала говорить про инвентаризацию семян и всех препаратов, я сейчас вам расскажу. Если кто-то, например, начинающий огородник, первый-первый раз он взялся за это дело, люди даже не знают, что покупать и ехать в магазине. Как я сказала, составляйте один большой список, езжайте и все за раз покупайте. И я в предыдущем видео, я скину ссылку на то видео, чтобы все не повторять, говорила, что нужно, одна группа это удобрение, другая группа это для борьбы с болезнями препараты, третья для борьбы с вредителями, потом еще нам нужно вот эти все витаминные добавки, если вы будете опрыскивать чем-то все. Я сейчас покажу, вот я вытащила прошлогоднюю, что у меня осталось с прошлого года, я еще нынче не закупала. Сразу скажу, что здесь нет эпина, про который я говорила, что он используется для стимуляции семян. Для стимуляции я использую или энерген, или эпин, иногда вообще стимуляцию не использую, но эпин покупаю каждый год, в этом году у меня нет, потому что я в прошлом году все истратила, когда у меня подмерзли томаты. Я эпин растворяла и делала опрыскивание, он у нас от стресса, он у нас для скорейшего восстановления от заморозков, вот эпин я советую всем вот в эту чемоданчик огородника положить. Что тут у меня еще? У меня всегда на запасе ордан, ордан это средство от болезней, вот в том году вот он у меня валялся-валялся, грязный такой, я его не использовала, сейчас посмотрю, если срок хранения не вышел, останется на этот год. Если вышел, я куплю свежий. Ордан для чего у нас применяется? Хорошее средство от фитофторы. И я хочу сказать тем, у кого фитофтора всегда и постоянно, прочитайте на пачке на обратной у томатов, у многих написано, что для профилактики фитофторы начинать опрыскивание томата уже в фазе 4-6 настоящих листьев. То есть не ждать, когда у нас зависть появится или когда уже покраснели томаты, потом начинают болеть. Чем раньше вы обработаете там, хотя бы 2 раза в месяц, тем больше будет сопротивляемость у растения. И еще, чем раньше вы обработаете вот такими средствами, не все их допускают в свой огород, но есть люди, у которых без этого ничего не получается, без вот таких фунгицидов. И чем раньше вы обработаете, тем больше, тем меньше его останется к тому периоду, когда вы будете снимать урожай. Он просто весь растворится, разложится, выведется. Но за тот период, пока он будет присутствовать на листьях, он не даст болезни туда забраться. Так, потому что вот бордосская смесь тоже у меня с того года целая, я ее не использовала. Но всегда держу на запасе, потому что на всякий случай, ну на крайний случай, вдруг что-то случится. Триходерма тут у меня есть потом. Вот, пожалуйста, борная кислота. Шашки, которые я все-таки боюсь применить в том году осенью, спрашивала, то ли применять, то ли нет. Так у меня и лежат эти серные шашки. Перчатки всегда обязательно на запасе. Так, потом. Ну, это Командор, колорадские жуки. Потом. Великий воин. Это я от Муравьев. Он у меня как половина использованный. Очень понравился. Гель надавливаешь на крышечку и в теплицу ее подкладывала. Потом. Гумел Люкс. Ну, это вот эти натуральные все всякие удобрения, добавки. Бактофит. Бутон. Бутон тоже я купила, но я не использовала, потому что завязываемость была хорошая вроде бы. Гумат калия. Вот. Интовир. Вот это самое дешевое удобрение. Интовир. Оно от нескольких десятков насекомых. Стоит буквально несколько рублей. Я всегда им пользуюсь. Опрыскиваю и яблони, и где вот эта тля заводится. Очень эффективная, хотя очень дешевая. Вот различные. Гумат-7. Оксиком от болезней. Профит Голд. Дискорд. Даже не знаю, что такое купила. Вот стимулятор роста. Интарная кислота. В том году собиралась, собиралась применить. Время не нашла, не применила. Слизниет тоже целый по той же причине. Купила, хотела раскидать. Сказали, что сильно тактично. Меня это остановило. Не знаю. Искра в таблетке. Тоже от насекомых. Различные. Вот. Природный стимулятор иммунитета. Проросток. Вот такие средства люблю тоже. Иногда, когда есть время, развожу, применяю. Зеленое мыло, которое добавляется. Рекомендовано добавлять. Почти во все, когда вот обрабатываем от насекомых. И еще какое-то новое купила. Ни разу не применяла. Фосфатовид. Микробиологическое универсальное удобрение. Не применила. Вот этот энерген очень хороший. Я раньше замачивала в нем семена. А здесь у меня где-то этот, мой любимый, это лежит еще. Но он пустой. Привикур. А вот он. Привикур. Про Привикур я вам расскажу. Потом отдельно. Расскажу интересную историю, которая произошла у меня и у фирмы, которая производит вот этот Привикур. Как я хотела его прорекламировать, но ничего не случилось. Вот это насчет того, что у меня нет на канале рекламы. Я с удовольствием прорекламировала препарат, который мне нравится. Но оказывается, препараты, которые хорошие и которые действительно действенные, они не нуждаются в рекламе. Следующий короткий видеоролик будет именно об этом.